В этом видео конструктора страниц SP Patch Builder на Joomla версия 3.6.6. В новой версии обновилась библиотека шрифтовых иконок фонд Avisom 5 версии. Меня зовут Федор Васильев и подробности в этом видео. Перед тем, как я начну показывать новые возможности компонента SP Patch Builder, небольшая информация для тех, кто хочет создать себе сайт самостоятельно, но сомневается или не располагает временем. Вы всегда можете позвонить мне абсолютно бесплатно через приложение Viber или WhatsApp. Сейчас вы видите номер телефона мой на экране. Позвоните мне, давайте обсудим ваш проект и создадим вам потрясающий сайт. А я возвращаюсь к теме урока. Если это чистая установка, то есть последняя версия SP Patch Builder, вы ставите на новенькую Joomla, то вам не надо лезть в настройки компонента SP Patch Builder. У вас по умолчанию уже будет установлена последняя версия фонд Avisom 5 шрифтовых иконок. Если вы обновили SP Patch Builder с предыдущей версии на новую, тогда нужно будет пройти компоненты SP Patch Builder, здесь перейти в настройки и в параметрах на вкладке, вот здесь вот, во-первых, выставите кнопку в положении «Да», загрузить фонд Avisom. И вот здесь вот вы видите, у меня старая версия сейчас показывается фонд Avisom. И есть пятая, новая версия, это как раз таки то самое обновление. То есть с этим обновлением приходит и большее количество иконок, новых иконок, с более лучшим качеством и много других полезных нововведений. То есть кто не знает, это сторонний сервис, вот этот фонд Avisom. Он имеет как бесплатную, так и платную версию. SP Patch Builder работает с бесплатной версией фонд Avisom. То есть SP Patch Builder интегрируется с сервисом фонд Avisom 5, чтобы вы могли использовать любые шрифтовые иконки без каких-то заморочек, просто в конструкторе выбирая нужный параметр, нужную иконку, и она у вас будет прекрасно работать без каких-то телодвижений. Значит, я выбрал фонд Avisom 5 и нажимаю «Сохранить и закрыть». Все, после этого я могу перейти в конструктор. Чтобы увидеть обновленные иконки на странице редактирования в SP Patch Builder, почистите кэш-браузер, не забудьте, иначе вы можете не увидеть обновление. Быстро почистить кэш можно горячими клавишами Ctrl плюс F5. Страница обновится. И там, где в аддонах у вас есть иконки, там везде обновление уже произошло. Мы можем посмотреть это на примере. Вот у нас есть аддон с сердечком иконка. Просто перетаскиваю на холст. И если вы помните, какие были иконки раньше, то вы можете здесь в списке посмотреть, что иконок стало гораздо больше, больше разнообразия, больше выбора. И на примере, если кто не знает, можем что-нибудь посмотреть. Есть даже какие-то нестандартные иконки. Вот я выбрал иконку. Также управлять можно. Смотрите, видите, выставить там размер, выставить какой-то цвет и другие возможности. Думаю, это последнее обновление SP Patch Builder в этом году. Если вы хотите полностью освоить компонент SP Patch Builder с нуля, от А до Я, то я предлагаю вам ознакомиться с моим пошаговым видеокурсом для начинающих. Ссылка будет в описании под этим видео. И также, если вас компонент SP Patch Builder заинтересовал и вы хотите действовать самостоятельно, то ссылку на приобретение компонента SP Patch Builder я также оставляю в описании. Покупая SP Patch Builder по моей ссылке, таким образом вы поддерживаете меня. На этом видео я заканчиваю. И увидимся с вами в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok